В День города в центре столицы Чувашии вновь появился творческий бульвар. Ежегодный арт-проект с таким названием успел полюбиться чебоксарцам и стать своеобразной визитной карточкой главного праздника города. Подробнее расскажет Юлия Важенина. Сказочные персонажи, мастера магии, средневековые рыцари на один день превратили столицу Чувашии в страну чудес. Ее границы пролегли по центральным улицам нашего города. В обычные дни прогуляться от Детского мира до Красной площади можно лишь за полчаса, но только не сегодня. В день рождения города Чебоксары невозможно пройти мимо уже всем известного арт-проекта. И сегодня творческий бульвар просто поражает своей масштабностью. Чудеса поджидали горожан на каждом шагу. Поэты и барды, танцоры и корабейники, клоуны и фокусники, а также многие другие. Около 80 самых разнообразных творческих площадок заполонили проспект Ленина и улицу Карла Маркса, которые на несколько часов превратились в одну большую сцену. Причем главные роли в этом красочном представлении сыграли сами жители города. День города для нас всегда очень важное мероприятие. Мы к нему всегда очень сильно готовимся. Мы будем радовать людей, потому что люди в этот праздник приходят с хорошим настроением. Как и мы всегда готовы дарить праздник. С днем города Чебоктары! Мы вас любим! Именно в этот день воплощаются самые смелые творческие идеи и проекты. Рождаются новые таланты. Спортивные гимнасты, боксеры, каратисты. Каких только направлений не было представлено на творческом бульваре. В этот день даже хоккей был не на льду, как обычно, а на асфальте. Ведь настоящие спортсмены могут оттачивать свое мастерство и в обычных кроссовках. Творческий бульвар гордость нашего праздника. Это наиболее масштабная, яркая и красочная мистерия, где каждый может убедиться, чебоксарцы необыкновенно талантливые люди. Творческий бульвар. Творческий бульвар. Я в полном восторге. Все очень здорово. Весело. Столько творческих людей, столько интересных задумок. Администрация города. Большой респект. Необходимо, чтобы люди видели, сколько интересных и творческих людей у нас живет в нашем замечательном городе. Участники клуба исторической реконструкции перенесли горожан в эпоху средневековья. Бравые рыцари показали гостям, насколько лихо они владеют оружием. История ожила и на площади республики. Сюда, причем своим ходом, приехали ретро-автомобили. Для кого-то посидеть за рулем такого железного коня уже воплощение мечты. Потрогать и сфотографироваться с антиквариатом была масса желающих. Троптора понравились. Старые, красивые. Даже завелись они. Нам очень понравилось. Сфотографировались на память. С праздником. С днем города. Побольше, как говорится, туристов к нам приезжайте. Очень красивый город. Пускай процветает. И всем желаю удачи и хорошего настроения. Национальное телевидение Чувашии не осталось в стороне. И тоже приняло участие во всеобщем празднике творчества. И телевизор, и радиомикрофон вынесли прямо на улицу, чтобы любой желающий мог поздравить столицу Чувашей с днем рождения и рассказать, за что они любят Чебоксары. Михаил Игнатьев тоже не прошел мимо нашей площадки. Больше горожан будет зажигаться и частичку своего сердца будут отдавать для красоты. Для того, чтобы город Чебоксары был лучшим городом в Российской Федерации, то мы еще лучше будем жить, еще краше будем жить. От этого социальное самочувствие каждого человека, каждой семьи будет лучше. А это сокровище Чувашского народа, нашей любимой России. Едва свернув свои шатры и разобрав помостки, авторы творческих площадок уже начали планировать арт-проект следующего дня города. Мы любим город, а город любит нас! Юлия Важенина, Олег Хекимов, Республика.